итак доброе утро дорогие друзья доброе утро начинаем мы сейчас наш традиционный урок значит и слава богу видите у нас все больше и больше уже две с половиной тысячи подписчиков в канале две с половиной тысячи подписчиков в канале значит во икра в телеграме и нам очень важно чтобы было еще больше чтобы канал стал основным нашим источником передачи информации поэтому пожалуйста подпишитесь глава толдот тот день 3 сегодня день 3 и все я включаю телеграме телеграме я включаю значит запись звук есть телеграме видео нет телеграме ну ничего бывает бывает что видео нет сегодня видео нет но звук зато есть вот видно что сколько нас слушают участников телеграме отлично и видео есть у нас в фейсбуке а звук в телеграме ну в общем те кто в канале находится обязательно получат все уроки получаются уроки и видео формате и в аудио формате значит вы точно будете знать что то вы знать будете всю информацию, которая есть. Мы, например, сейчас собираемся делать и живые уроки в Иерусалиме, и разные мероприятия. Поэтому обязательно подпишитесь на канал в Телеграме, и это очень важно. Итак, мы сегодня находимся в главе Талдот. Глава Талдот. Значит, сегодня урок для рифуаш лама, чтобы было полное выздоровление Рита Бадбася, Моши Бейнерина и все остальные, кто нуждается в выздоровлении, чтобы было полнейшее, глобальнейшее выздоровление Рифуата Нефха, чтобы было выздоровление души и выздоровление тела, потому что душа первична, психосоматика. Психика первична, и когда мы изучаем Тору, и мы через Тору выстраиваем полностью свою психику, свою психологию, свое отношение к миру, свою систему координат, убираемый сердце полностью, догу, дога это тревогу. Значит, все понятно, все красиво, мир очень четко работает, Всевышний всех любит, и в этот момент, значит, конечно, уйдут все болезни из тела, и тело тоже будет отлично себя чувствовать, хорошо, расслаблено, наполнено энергией и здоровьем. Хорошо, сегодня у нас мы дошли до третий день недели, значит, второй день закончился тем, что Бог благословил Ицхака и дал ему в той земле, в земле филистимлян, в филиштимской земле, в сто раз больше урожая, чем обычно давала земля в лучшие годы, и благословил его Бог, написано, да. И вот мы читаем дальше. Значит, здесь в одном отрывке рассказываются все пути удачи и успехов, которые есть у человека, то есть, бывает, что просто вырос он, да, вот ему дали урожай, ну, кому-то дали урожай, кто-то взял этот урожай и потерял сразу, кто-то пропил, у кого-то испортилось, у кого-то украли. От того, что у тебя пришло, это еще не значит, что ты можешь удержать. У меня есть, например, несколько знакомых, которые были очень богатые, просто невероятно богатые, и сейчас они полностью в бедственном положении, потому что у них вообще нет денег. Поэтому ваигдалииш, когда ты вырос, да, это первый этап. Тебе повезло, Всевышний дал тебе что-то. Ваэлех алох. Но он, Ицкак, пошел дальше, и пошел, и пошел. Ему дальше продолжало вести. Вагадель адтигадаль маот. И он продолжал расти, пока не вырос очень. Такой у него путь. То есть, каждый путь вот этого гадаль вырос, 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 мы сейчас не будем его разбирать, но разбирает его Малбим. Значит, первое это было издамнут, то есть, он воспользовался случаем, который с ним случился. И, значит, это был как бы случай, и он им воспользовался. Выбрал он бизнес, в котором была большая прибыль. Или нашел он, например, какую-то находку и так далее. Но это иногда происходит. Значит, иногда происходит, иногда не происходит. Но он, второе, ваэлех алох вагадаль. Но он двигался, и у него не было никакого убытка ни в чем, что он делал. То есть, он дальше продолжал, продолжал, продолжал. И третий, яцлех мецатов умазаль. То есть, ему повезло. Бывает, что человек увезет из-за Мазаля. То есть, оно связано как-то с везением. А у него уже прямо поперло, поперло. И дальше мы узнаем, как ему повезло. Ваэйло. И было у него. Микне цон у Микне бакар. И было у него стада мелкого рогатого скота. И стада крупного рогатого скота. Вэ авуда раба. И поля у него были большие. То есть, здесь мы видим, что Ицхак, он не хранился яйца в одной корзине. И он занимался тем, чем обычно люди не занимаются. Обычно были тогда пастухи пастухами, а земледельцы земледельцы. Это были разные два абсолютно типа занятия. Разные люди этим занимались. Разные подходы. Разная психология. Земледелец сидел возле этого поля. Он был полностью привязан к воде. Есть вода, есть урожай. Нет воды, нет урожая. Пастухи наоборот. Они ходили со своими стадами с места на место. Им главное было защищать свои стада от разбойников. И держать и одеть их зверей. И хорошее пастбище. Значит, у Ицхака были и стада, и у него были поля. И что в этом случае происходит? Ваикану, ото, плештим. И начали ему завидовать плештим. Говорит Малвиум, что не просто начали завидовать, а начали ему мешать. А начали они ему мешать, начали они ему делать, пытались сделать ему плохо. Значит, И все колодцы, которые выкопали рабы его папы во времена Авраама, они начали, они засыпать эти колодцы, засыпать их, засыпали колодцы. Значит, что мы здесь видим? Вот начинает человек богатеть, у него все хорошо. И тут вдруг к нему, знаете, начинают приходить. Тут бандиты, тут налоговая, тут конкуренты начинают против него. Я читал, как один выиграл в лотерею, в маленьком городке в США, один человек выиграл в лотерею, да, и он очень разбогател. А городок маленький, видно, был не очень хороший городок такой. А может, и человек тоже был не очень. Ну, в общем, в итоге на него подали в суд какие-то девушки, с которыми обвиняли его, что он их изнасиловал еще в школе. Какие-то мужчины обвиняли, что он их обманывал. В общем, его через суды все у него забрали. И вот, значит, эти плешки, они, видно, были из такого же, как бы, материала. И они засыпали в начале колодца. И сказал Авимеллах, пришел к нему Авимеллах, их царь, к Ицхаку, и сказал, иди, говорит, от нас. Потому что ты отцам-то, стал ты очень сильный, стал ты очень большой, как бы богатый такой стал, да, вот этот олигарх. Народ, значит, говорят, а что это вот этот вот олигарх тут сидит, Ицхак это, да. Значит, уходи, он ему говорит. Хотя вы помните, что он приходил, он и его, сарцава, и его министр обороны приходили еще к Аврааму, мир устанавливать на все поколения внуки, чтобы мы дружить будем и так далее. Ну, тут он приходит, говорит, уходи. Что сделал Ицхак? Он говорит, хорошо. Вайлах, Мишам, Ицхак, Ваяхан, Бенахаль, Грар, Вайшевшан. Он поселился, вышел он из города этого, пошел он дальше, отошел за город, какой-то там был ручей, возле ручья, и он там в долине этого ручья поселился. Ваяхав, Ицхак, и он там осел, и начал он копать там колодцы воды, которые копали во времена Авраама, но тоже их засыпали после того, как умер Авраам. Значит, и он назвал, раскопал он эти колодцы, и назвал их теми же именами, которые называл его папа. Значит, и дальше искали рабы Ицхака, еще колодцы искали они воду, и нашли они там Бер Маэм Хаим, источник воды живой. Вот тут очень интересная вещь. Здесь говорят очень многие мудрецы, которые знают внутреннюю часть Торы, что здесь речь идет о каких-то более глубоких вещах, чем просто колодцы воды. Хотя это есть простой смысл, да? Колодцы были двух типов. Были колодцы, которые копали в земле, потом их стены обмазывали глиной, делали так, что они были герметичные, и эти колодцы наполняла дождевая вода. Это были такие подземные резервуары, которые наполнялись во времена дожди, они наполнялись с неба. И вот те колодцы, которые копали рабы Авраама, вот эти резервуары, их засыпали песком, землей, в общем, они становились непригодными. Теперь, ну, были колодцы, которые назывались колодец воды живой, то есть брали, находили родник. И когда этот родник они находили, то вокруг родника они строили резервуар, чтобы вода эта не утекала куда-то, а чтобы она наполняла этот резервуар и оставалась в нем. Это был более высокого качественного уровня такой колодец с точки зрения качества воды, с точки зрения вода там больше времени, она там текла, не только от дождей, и меньше портилась, потому что все-таки это была проточная вода. Это если говорить по простому смыслу, что вначале они раскопали и очистили те резервуары, которые делал Авраам, а потом они нашли еще один резервуар, который шел из-под земли. Если смотреть в глубину, то знания человека бывают двух типов. Бывает знания человека, когда он, вот мы сейчас изучаем Тору, и мы изучаем Тору, и мы читаем текст, и мы читаем комментарии Раши, и читаем комментарии Малбима, которые нам разъясняют, что там написано. И вот, значит, мы читаем эти комментарии, читаем, читаем, то есть мы наполняем свой колодец, свою голову наполняем тем знанием, которое, как дождевая вода, которая к нам приходит извне. И, в принципе, человек в основном наполнен вот таким вот знанием, которое к нему приходит извне. И если, ну, обычно головы большинства людей, они наполнены, назовем это, как сказать, информационным шумом, да, то есть если мы возьмем СМИ, средства массовой информации, то вот просто открываем заголовки газет, да, каких-нибудь заголовки сайта какого-нибудь новостного, да, ну, какая-то вообще, какой-то калейдоскоп какого-то мусора, который завтра уже вообще будет неактуальным. И вот человек наполняется этим мусором, и потом у него в голове этот мусор просто он в течение дня, 70 тысяч мыслей, мысль в секунду, он периодически всплывает, то-то всплыло, то-то всплыло, то, и человек все время ищет, так как у него в голове вот такое вот, все время всплывает эта вся история, он ищет, чем еще себя занять. И очень классно придумали умные бизнесмены, что если человека занять Инстаграмом или Ютубом, и он будет вот так вот листать пальцем, все время делать, и все время перед ним будут меняться картинки, и каждая картинка какая-то есть информационная небольшая добавочка, то у человека будет создаваться иллюзия, что он все время занят, что он все время занят, и мозг его будет спокоен, типа он все время в какой-то красивой картинке находится. Теперь, но это бесполезно, это пустота, то есть это просто ни о чем, это как бы, ну, взять можно там наркотиками накачаться, напиться алкоголя, или там сидеть все время, листать картинки. То есть это просто убить время своей жизни. Теперь второй вариант, это черпать из колодцев Авраама, то, что мы с вами делаем, мы берем и раскапываем те колодцы, которые наполнил в свое время Авраам, Ицхак, Яков, Тора, Машера Бейну и так далее, то есть мы наполняем свою голову, то, что называется вода жизни. Тора это как вода жизни, и когда ты наполняешь свою голову информацией от Бога, божественным знанием, душа, исправление качеств, выполнение заповедей и так далее, то ты как бы промываешь свой мозг живой вот этой водой, и через эту живую воду ты соединяешься с Богом, который называется Иллаким Хаим, Бог жизни, и ты потом переходишь в свое Я, потом переходит в следующий уровень, который называется духовный мир, потому что ты как бы имеешь туда доступ, потому что ты в течение жизни очищал свою голову живой водой. Теперь, ну, есть люди, которые поднимаются еще на один уровень выше, они уже находясь в этом мире, за счет того, что они через Тору, который они изучали, очистили свое мышление, у них пробуждается ощущение их души, и через духовный мир, через душу, они начинают слышать духовный мир. Высшая форма этого слушания, это пророки, вторая форма, это Руаха Кодыш, это божественный дух, и третья форма, это есть люди, у которых развито то, что называется креативность, они творчески, как креатор, создатель, творец, они творчески начинают создавать что-то новое, творить, создавать. И вот это вот метафора на родник. Родник это вот живая вода, которая уже начинает идти из человека. Интересно, когда был Рабан Йоханнен Бен Закай, он говорил, у него было пять учеников, которые олицетворяли пять главных качеств, которые необходимы для такого профессионального, глубокого приближения ко Всевышнему, служения Всевышнему. У него было у Рабан Йоханнена Бен Закай пять учеников. Первого ученика он называл, он назвал Раби Элезер Бен Урканас. Он, когда говорил ему характеристику, он говорил, что он Он его называл колодец, обмазанный глиной, который не теряет ни одной капли. Это был Раби Элезер Бен Урканас. Это первое качество. Ты учишь Тору, ты каждый день запоминаешь, учишь наизусть, и у тебя в голове все больше и больше Торы. Ты становишься вместительщим для мыслей и слов Всевышнего. Второго звали Раби Йошуа Бен Хананния. И про него говорил Рабан Йоханнен Бен Закай, давая ему характеристику Ашрэй Йолатто, счастлива так, кто его родила. У него были прекрасные качества характера, он был добрый. Он был проводник божественного добра, любви, света. Он каждому человеку, Раби Йошуа Бен Хананния, говорил первый, здравствуйте, как у вас дела? Он каждому помогал. То есть он был как бы, он был проводник божественного добра. Это второе качество, как можно приблизиться к Богу. Третьего звали Раби Шимон Бен Натанель. Раби Шимон Бен Натанель. Раби Шимон точно. Натанель, что-то у меня так нельзя. Может быть, не Натанель. Раби Шимон, значит, он его называл Рабан Йоханан Бен Закай, он его назвал Ирехет, что он боится греха. Что значит боится греха? Это человек, который, вот, Ицхака было качество, он не хотел ни с кем спорить. Он боялся, что сейчас он что-то сделает, а на втором этапе кто-то ошибется. И он был такой очень, как путь монаха, он был очень собранный в себе, он ни с кем не взаимодействовал, он боялся согрешить, да. Он видел Аруэй Таналат, про него говорили, что он видит то, что родится. Он на два, на три хода смотрел вперед, а если посмотреть на два, на три хода вперед, обязательно кто-то ошибется. И он, значит, был вот такой вот, очень внутренняя работа у него постоянно была. Четвертого звали, а, был третий, третий был Раби Йоси Акоэн. Его называли, называл Раби, их учитель Раби Йоханн Бензака, он его называл Хасид. Что значит Хасид? Хасид это тот, кто делает больше, чем требует закон. Всевышний сказал, вот надо так делать. А он еще больше, еще больше, еще красивее. Хасид такой он был. Раби Шиман Бен Атанель, он был, вот этот Ирехет, боялся греха. И последний, пятый, это был Раби Лазар Бен Арах. Его называл, называл его учитель Рабан Йоханн Бензакай, Мааян Амин Габер, источник, который, который бьет, прям источник, бьющий креативностью. И вот это вот мы видим здесь, скрыто вот то, что мы сейчас изучаем, что вначале они копали колодцы, которые, которые выкопал Авраам. То есть они копали эти емкости с водой, которые не теряли ни одной капли, да, которые они их очищали, раскапывали учения Авраама. Но потом они нашли, Ицхак нашел то, что называется, в себе нашел Мааян Амин Габер, новый путь служения Всевышнему, который был, отличался от пути Авраама. И он, это был как источник воды живой. И что? Значит, пастухи Грара, местные вот эти пастухи, с пастухами Ицхака, говоря, это наша вода. И назвали имя этого колодца Эсет, Ки, Итоску, Имо, потому что они, значит, было спор по этому поводу. Есть тоже такое вот устное предание, такое глубокое, что первый храм, первый храм был построен царем Соломоном, шлом Амела. И первый храм был построен, царь Соломон, он тоже был такой, Мааян Амин Габер, он был источник живобьющий, да, он женился на тысячи женщин, значит, 700 джон, 300 наложник. Он хотел сделать весь мир, чтобы пришел ко Всевышнему, и чуть-чуть ему не хватило. И в итоге спорили насчет его наследства. Во время его наследства Израиль разделился на два царства, Иуда и Исраиль, то есть разделились на два государства с разными путями служения. Израиль это было 10 колен, Иуда это было колено Иуда и колено Леви, у них был храм в Иерусалиме. Значит, разделилось у них на следующем поколении уже, и через 410 лет первый храм был разрушен царем Навуходныцаром, потому что в храме очень сильно было, процветало коины, даже священники иногда убивали друг друга, убийства, идолопоклонство, разврат, это было три греха, за который был разрушен первый храм. Но эти три греха возникли как следствие непонимания, чего Всевышний хочет и путей служения Всевышнему. Были тогда очень развитые те, кто с Дутим, они признавали письменную Тору, не признавали устную Тору, то есть из-за того, что разделилось понимание, как служить Всевышнему, первый храм был разрушен. Значит, дальше. И выкопали второй колодец и спорили также о нем. И назвали этот колодец Ситна. Ситна это от слова ненависть. Второй храм был разрушен за беспричинную ненависть друг к другу. То есть была просто беспричиннейшая ненависть. Уже служили Всевышнему, уже соблюдали заповеди, но было в сердце вот это вот качество, раздор, беспричинная ненависть. А когда есть ненависть, это царь Соломон, мудрейший из людей, он нам сказал, что Сина Мюререт Диним Рабим. Когда есть ненависть, она пробуждает очень много разных споров. То есть за что поспорить найдется. Если мне кто-то не нравится или я кому-то не нравлюсь, то там уже всегда найдется за что поспорить. Ваава Мехаса Шаим, по-моему, там так написано. А любовь, она закрывает даже преступления сильные. То есть если человек любит другого, то он ему простит и то, и то, и то. Поэтому если вот много ссорится, надо глубже смотреть. В общем, второй колодец назвали Ситна. Второй храм был разрушен за беспричинную ненависть друг к другу. И Ваятек Мишам Ваяхпор Бэра Хэрет. Но Ицхак он ушел и оттуда. И он не стал спорить. Он пошел, отошел дальше в самое безлюдное место. Ушел он подальше, подальше. И там уже никто с ним не спорил. Ваекраш Мареховат. И он назвал третий колодец имя Реховат. Реховат это слово широкий, такой раскрывающий. И сказал Теата Ирхив Ашем Лану Вепарину Барец. И он сказал вот теперь Бог раскрыл нам, раскрылся нам, раскрыл нам и они Парину это как слово Перот они расширились, размножались на земле. Это будет третий храм. Когда будет третий храм уже люди перестанут спорить. Уже будет очевидно для всех, что это проявление Всевышнего. Написано, что когда придет третий храм он спустится с неба и есть что спустится с неба, есть что его построить, но это уже будет все очевидно, все понятно. В этот день будет Бог один, имя его одно, то есть будет и Бог один, Бог и всегда был один. А имя его одно, понимание Бога будет одно понимание. Не будет всех этих разделений, каких-то там не будет иносказаний и не будет разных путей служения, потому что когда уже и это понятно в наше время, когда информация расходится вот очень быстро, все увидят, да, действительно, это Бог. И главное, произойдет внутреннее изменение, произойдет изменение на уровне восприятия мира, информации и при этом восприятие у всех людей вот очевидно откроются глаза и они поймут, что Бог один, имя его одно. И мы с Божьей помощью приблизим этот момент, потому что чем больше людей слышат голос Всевышнего, тем больше света божественного идет в этот мир и свет, как известно, изгоняет тьму, тьмы, как таковой нет. Тьма это отсутствие света. Нет в мире тьмы, есть только мало света. И мы, значит, воикра, мы стараемся этот свет усилить и очень вам нуждаемся в вашей помощи, чтобы вы были друзья воикра, партнеры воикра, спонсоры воикра и основатели проекта. У нас сейчас есть новая программа, мы хотим, чтобы тот, кто хочет основать свой образовательный проект, то мы вместе с ним готовы это делать, то есть в партнерстве. Но все должно быть связано с распространением знания о Боге. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы мы услышали голос Всевышнего, выполнили его заповеди, а он услышал наши молитвы. Вот именно так оно работает. Слышишь Всевышнего, выполняешь его заповеди, и он слышит твою молитву. Все, удачи, всем успехов, и копаем колодцы, копаем колодцы. Все, всем хорошего дня. И чтобы было, скорее бы наступил мир. То есть, что можно говорить, если просто люди, взрослые, нормальные люди воюют, уничтожают друг друга, миллионы людей, просто, ну, жуть какая-то. И ради чего? Живет вся Европа объединенная, как-то живут, да, нормально живут, между собой не боятся, там, англичане во Францию, ездить французы в Англию, не боятся разговаривать в Австралии, в Англии на одном языке. То есть, ну, все причины для войны, они выдуманы, нет причин для войны. Люди могут жить в мире, совершенно спокойно, мы видим, что Америка и Мексика живут в мире, не воюют. Канада с Америкой, почему-то не воюют, да, вот они говорят на одном языке, хотя канадцы, канадцы, они чуть-чуть, конечно, говорят не на том английском, можно было бы, конечно, им бы предъявить, что у них английский с акцентом, и Америка, в принципе, мотала Канаду захватить, но они почему-то этого не делают, да. Хорошо, друзья, все, удачи, успехов, надеемся, что разум, любовь, добро победят, и война закончится уже прям в ближайшие, я верю, что в ближайшие недели, и я верю, что если все люди поверят, что это должно быть так, оно так и будет. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. Продолжение следует...